Друзья, всем привет! Часто мне задают вопрос, чем ты кормишь, как ты кормишь, у тебя такое сало, ну небольшое сало там и так дальше и тому подобное. Ну, это прежде всего зависит не от самого кормления в первую очередь, а от самой, допустим, генетики свиней, поросят, породы и так дальше. То есть должна быть все равно мясная линия, или там Дюрок, Петрен, Макс, ну и так дальше и тому подобное. Поэтому я покажу, как я делаю стартовый комбикорм. Стартовый комбикорм это 25% белков, витаминов и минеральной добавки, которую мы производим сами на заводе в Киевской области, в Клофтянский завод. Есть в интернете, можете зайти посмотреть, позвонить на сам завод, узнать делаем мы или нет. Я стараюсь в последнее время вообще не показывать, не рекламировать, чем кормлю, ну так как вопросы постоянно сыпаться, чем кормишь, покажу, допустим, сначала как я делаю стартовый комбикорм, ну а потом покажу в следующем там видео, как ровер делаю, как финиш и так по накатанным. У меня на данный момент есть ячмень, есть пшеница, есть горох, кукурузы нету, а в стартовый комбикорм надо, допустим, 25% пшеницы, 25% кукурузы и 25% ячменя. Кукурузы у меня в наличии нету, еще не привезли, поэтому я буду делать без кукурузы. Вот если я делаю без кукурузы, вот у меня таблица есть, нету кукурузы, я делаю пшеницы 7,5 кг, ячменя 7,5 кг, старта 5 кг. Итого у меня получится 20 кг стартового готового комбикорма. На Плахтянском заводе, Киевская область, БМВД водолага, старт, также БМВД водолага, ровер финиш, ну и пошло поехало. Сейчас мы будем заколачивать именно стартовый корм для маленьких поросов. Как я это делаю? Беру ведро, у меня пшеницу я уже намолол 300 кг и есть немного еще осталось ячменя, надо тоже мололить. Горох я маленьким не даю, горох я даю только большим, которые на ноли. Ставим нолик. И все, вот смотрю, ага, пшеница 7,5 кг, я уже примерно знаю, сколько это. Сколько это примерно выходит? 7,2 кг. 7,5 кг. 7,5 кг, высыпаю это все в мешалку. Ячменя тоже самое. Ячменя у нас чуть легче, поэтому ячменя тоже 7,5 кг. Ну вот, 7,5 кг, добавим так, отсюда нам, там плюс-вынос. Ячменя 7,5 кг. И по гу выходит у меня 15 кг. Зерновой группы. И теперь 5 кг. Старта. Так, где мой ножик? Ножик. Я думаю, как раз заколачивать буду. Покажу вам, покажу вам видео. Вот даже на мешку указана рецептура. БМВД 25%. Ну, это если, грубо говоря, всего по 1,4 части. То есть, тут ячменя 25 кг, пшеницы 25 кг, кукурузы 25 кг и старта 25 кг. И будет 100 кг готового комбикорма, стартового, для поросят. Для поросят. Ну, и тут перечисляются все витамины, все таки надо. В основном, в основном, в белково-витаминной и минеральной добавке идет хороший, качественный, соевый шрот. Ну, это уже, кто, кто ним пользуется давно уже знает, это кто еще может не знать, потому что вопрос есть, зададите все равно. Так. И 5 кг бросаю старта. 5 кг у меня идет. Ну, и опять, сразу после отъема, когда я поросят кормлю грановый предстартом, я по чуть-чуть им мешаю, там бывает и 3, и 5 дней, подмешиваю стартовый комбикорм, чтобы не так резко. И даю, вначале не 25%, даю 20%, чтобы не сильно резко нагрузку на организм, чтобы не было поносов. И бывало у меня не раз, проскакиваю, вообще нету поносов. Даже сейчас у меня канторы рыжие, которых 9 штук, которых было 10, одного купили 9. И вот они, ни один не обосрался. То есть, все нормально. Бывает, что, ну, в основном, без поносов прохожу, не знаю, каким образом, но получается без поносов. Бывали, что поносы были в основном у дюркова маленькие. Вот так. Тряпочку. Я не спешу, мне спешить некуда. И тут, вот это я делаю, это мне аж на завтра надо. Уже я сегодня управился, все делал. То есть, это аж на завтра. Вот таким образом. Все сделал. Вот такой процесс взмешивает ну, 3 минуты. Используюся, все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все 3 минуты колотить не будем, конечно, потому что никто смотреть не будет, как 3 минуты крутится бетонная мешалка. И вот таким образом, я сейчас после видео еще закручу, и вот это получается у меня готовый корм. Саму пшеницу я на крупоружке решета использую троечку, троечку, и ячмень тоже на троечку. Если у меня решета и меньше, ну, я пробовал, но сильно долго надо к крупоружке работать, чтобы намолоть этот ящик, поэтому тройкой, грубо говоря, я обхожусь тройкой. Четверку я не использую, если у меня решета и четыре, и четыре, и два, но троечка для меня самый оптимальный вариант. И вот это я им замешал, стартовый, и в бункер насыпаю, и все. У них есть бункеры, это я просто добавлю завтра еще, и все. И так, по чуть-чуть, там, раз в два дня, раз в три дня, ну, смотрю по ситуации, подмешиваю и делаю. Сам гровер, то же самое, ну, там процент другой на гроверу. И так само уже, когда у меня большие, как я кормлю с горохом, тоже надо будет сделать ролик. Сама по себе кормежка, как бы, в каждого поколения возрастного разная. Поэтому надо будет каждое поколение разное делать. И свинья, вот сальная, не сальная, это не зависит от чего, от того, что я кормил, или так, или так. Есть сами свиньи сальные. Вот ее купил, поросенка вырастила, оно сальное. И одного режешь вот такое сало, а второго поросенка режешь вот такое. Это от самого поросенка зависит. Я уже знаю, если у меня дюрок, вот чистый дюрок, не типа дюрок, не а-ля дюрок, а чистый дюрок, вот он до 120 килограмм, он нормально, сало у него там вот такое, 120-130 килограмм мизинчик. Если пошел дальше за 150, сало начинает нагонять. Кормить их, грубо говоря, на финише сильно я не стараюсь, потому что у них начинает гнать сало. Сам дюрок хороший, интересный, на откорме до 120-130 килограмм. Дальше гонит сало. Взять породу, допустим, вмешанную с петреном, дюрок петрен, дюрок петрен будет не сильно ссальный. Сало будет, ну, то есть в пределах нормы, как я называю, ну, мизинчик, но не сильно много будет у него сала. И так же самое, если есть, допустим, трехпородка. Техпородка есть крупнобелая, ландрас и берем там третью отцовскую линию, дюрок или петрен. Тоже попадаются сальные. Я уже знаю, я пробовал есть одна хорошо, вторая еще лучше, третья такое сало. То есть передается, я так понимаю, или с крупной белой идет, что даже с одного выводка, вот у знакомого мы резали, все мало сало, а две попало сальные. Ну, к примеру, так бывает, выстреливает. Трех-четырех породка, что сальные. В основном надо мешать побольше Петраяна, Макстера. Вот, допустим, этих свинок, которых мне Юра привез, ну, оно видно, что они, у них поросята там, они сгибаются и шкурка вкладочки видно, хотя все такие. То есть там у него, у него получается отцовская линия, у Юры Макстер, а я покрыл ее еще дюрку. То есть мы выводим в общину на мясную линию. Я замешаю. Друзья, насчет белков, витаминов, минеральной добавки. Кому надо, в продаже есть. И на ОЛХ есть у нас представителей, увидите объявление. И также я оставлю номер телефона самого Юры, который отправляет непосредственно с завода. Из самого завода. В завод находится Киевская область, Макаровский район, Пахтянка. Можете и туда позвонить, но там вам без нашего ведома никто не продаст. Поэтому ставьте в курс Юру, звоните Юра. Юра занимается непосредственно на самом заводе. Много кто кормит именно добавкой водолага. Водолага, кто знает 100 старых подписчиков, это наша БМВД, и называется она водолага, как и мой канал. Делает для себя, кто пробовал людей, пробовал уже море. Плохих отзывов нет. Было там пару штук в прошлом году, но тут специально так делали. А так, я думаю, кто уже знает, тот знает. Доказывать кому-то что-то объяснять. Борь, доказывать кому-то что-то объяснять. Смысла нету. Разрываться, распинаться. Я вообще сказал, Юра, покажи хоть чем ты гормишь, а то люди спрашивают, а ты в комментариях не показываешь. Ну, думаю, покажу. Вообще стараюсь без рекламы. Ну, кому-то что-то доказывать, навязывать. Уже смысла нет. Люди попробовали уже. Сами знают, что я не буду расхваливать. Ну, получается, одна из лучших добавок. Чем хорошее, почему мы кормим, потому что сами едим мясо. Я сам себе, вы видите, все забои, сами себе режем. Как сами едим, так и продаем нашим клиентам. Не используем всякие гормоны роста, химию и так дальше. Все, друзья, всем пока. Счастливо.